Новая детская площадка на улице Петровское шоссе в Малых Веземах пока обнесена оградительной лентой. Основные работы уже выполнены, осталось завершить монтаж, покрасить и убрать сухую листву вокруг нового павильона. Буквально в нескольких шагах от игровой площадки появилась хоккейная коробка. Раньше на этом месте были незаконно установленные гаражи. На месте хоккейной коробки действительно были гаражи, причем эти гаражи были в хаотичном порядке поставлены еще с 80-х, с 90-х годов, когда массово ставились эти железные гаражи, ракушки самого различного вида, самых различных конструкций, самых различных материалов. В большинстве этих гаражей автомобили не ставили даже владельцы. Хоккейная коробка раньше находилась на улице Институт, но там она была не вполне востребована, говорят в теруправлении. Поэтому ее перенесли сюда, на Петровское шоссе. Внуки есть, будем здесь отдыхать. Конечно, хорошо. Детишки будут играть. Детскую площадочку обновили, я смотрю. Тоже плюс администрации нашей. Ну, дай бог еще зима будет, лед зальют. Будем кататься на льду, да. Еще одна детская площадка в Больших Веземах установлена вблизи дома номер 22-1 по улице Школьный поселок. Она также начнет функционировать в ближайшее время. Душа радуется, что даже тогда, когда ресурсов не хватает, да, ни в округе, ни в области, много пошло на пандемию, мы все равно вот свои обещания, обязательства перед жителями выполняем. И еще одна площадка, которую сейчас готовят для большевизионских детей, находится по улице Школьный поселок, вблизи дома номер 7. Ход благоустройства всех объектов проинспектировал депутат Московской областной думы Единорос Дмитрий Голубков. Площадки делаются по муниципальной программе, по областной программе. Соответственно, значит, работает достойная организация. Сделал уже не один объект. И, в общем, надеюсь, что те работы, которые проделаны, долго прослужат на радость жителей. Перерезать ленточки и открыть новые игровые павильоны можно будет в ближайшее время. К 4 ноября все будет готово, обещают в территориальном управлении. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.